Продолжение следует... 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 Уважаемая Наталья Петровна, уважаемые участники совещания, сегодня мне начальник главного управления представил такое право представить нового начальника отдела города Челябинска приказом номер 264 от 27 декабря 2019 года начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску, он же главный государственный инспектор города Челябинска по пожарному надзору с 1 января 2020 года назначен подполковник внутренней службы Окороков Андрей Валерьевич. Окороков Андрей Валерьевич в пожарной охране служит более 13 лет, свою службу начинал с простого пожарного, прошел все этапы, имеет несколько высших образований, в том числе и юриспруденцию, специальность пожарная безопасность, свою службу проходил начальником отдела Сапкинского муниципального района, работал в управлении, в главном управлении, в управлении надзорной деятельности. На сегодняшний день приказом начальника главного управления Андрей Валерьевич назначил на должность начальника отдела по городу Челябинску. Прошу любить и жаловать, все задачи, которые перед ним поставлены, готов выполнять, обладают необходимыми знаниями и навыками. Надеюсь на вашу поддержку и понимание. Благодарю. Давайте поздравим. Пожелаем Андрею Валерьевичу удачи, то есть ваша должность действительно постоянно в нашем поле внимания, то есть наши сотрудники с вами общаются, с вашей структурой общаются, поэтому мы очень надеемся на конструктивное взаимодействие, на вашу помощь, на вашу поддержку и сами готовы оказывать соответственно. Спасибо огромное. Всего доброго. Несколько объявлений рабочих в связи с увольнением Репринцева Сергея Викторовича, временно возложено исполнение обязанностей председателя комитета по градостроительству и архитектуре на Самсонова Сергея Валерьевича. Далее, в связи с увольнением Некрасова, начальника управления информационных технологий, временно возложено исполнение обязанностей на Якутчика Алексея Александровича, начальника отдела технического обеспечения управления. Самсонов у нас работает заместителем, что знаете. Так, и в связи с увольнением Виноградова, начальника управления делами, исполнение обязанностей возложено на Мишавкина Дениса Сергеевича, также заместитель начальника управления делами. Поэтому пока продолжаем работать в таком режиме. Так, начинаем слушать доклады. Пожалуйста, Советский район Владислав Евгеньевич. Уважаемая Наталья Петровна, уважаемые участники совещания. В Советском районе за истекшую неделю объекты жилищно-коммунального хозяйства работали в штатном режиме. В сфере благоустройства основное внимание было уделено вопросам уборки снега. Во все управляющие компании ТСЖ, а также на предприятия и организации района были направлены уведомления об интенсивной и своевременной уборке снега закрепленных территорий. В прошедшую неделю на территории работало в среднем в день 12 единиц техники и 132 дворника. В том числе у подрядных организаций администрации района по 7 единиц техники и по 27 дворников. Сегодня работы будут продолжены. Основное внимание будет уделено уборке межквартальных проездов, улиц частного сектора и вывозу снега с этих территорий. Всего за истекшую неделю работы велись на 242 улицах и проездах. Из них 123 в поселковых территориях и 119 адресов в центре района. По благоустройству общественных пространств в 2020 году проведено рейтинговое голосование по отбору объектов, подлежащих благоустройству в текущем году в первоочередном порядке. А также проведен опрос на эту же тему на портале «Активный житель 74». На объекты, выбранные жителями, началась подготовка проектно-сметной документации. По содержанию общественных пространств, санитарно-очистке территорий и урн заключено 10 муниципальных контрактов. Работы ведутся в ежедневном режиме. Обрано 3900 квадратных метров тротуаров и газонов. По общественной безопасности без резонансных происшествий составлено 105 административных протоколов. По противопожарной безопасности произошло 8 возгораний, пострадавших нет. В новогодние и рождественские праздники на территории района было проведено более 40 культурно-массовых спортивных мероприятий с общей численностью участников более 30 тысяч человек. Функционируют все четыре ледового городка, сквери Колющенко, в поселках Федоровка, Новосенеглаза и Смолина, а также все 17 хоккейных кортов. Доклад окончен. Хорошо. Несен Агенович. Доброе утро, уважаемые коллеги. Все праздничные дни в Ленинском районе прошли без серьезных происшествий. За прошедшие, по сути, полторы недели с начала Нового года в Ленинском районе четыре возгорания без пострадавших, без крупного ущерба. Подрядные организации активно занимаются содержанием территории Ленинского района. У нас новые подрядные организации, новые условия контрактов, совершенно другие условия. Поэтому, конечно, требовалась регулировка, и все праздничные дни мы активно общались с новыми подрядчиками, объясняя, как мы видим благоустройство и уборку территории района. В настоящее время уборка урн происходит по графику. Также ручная механизированная чистка территории района осуществляется подрядчиком в плановом режиме. За эти выходные мы повторно прошли все внутриквартальные проезды и прочистили четыре поселка из семи, которые есть в Ленинском районе. За сегодня-завтра оставшиеся поселковые дороги также будут прочищены, поставлена сдача снять снег полностью до твердого покрытия, убрать полностью весь снег. Торговым отделом проводились рейды по пресечению несанкционированной торговли. В том числе два рейда проводились праздничные дни. Всего составлено семь актов, они будут направлены в управление благоустройством. Также за прошлую неделю, за дни, которые мы работали, мы продолжали работу по составлению карт-схем, составлено карты на четыре такие территории. В целом, праздничные дни и выходные прошли спокойно. Мы также занимаемся проектированием объектов благоустройства 2020 года. В настоящее время у нас полностью пакет документов по набережной озера Смолина. Кроме того, в работе еще документация по трем общественным пространствам. Доклад окончен. Сергей Николаевич. Доброе утро. Новогодние каникулы и первая рабочая неделя прошли в целом в рабочем режиме. По водоканалу было два повреждения с изливом на дорожное покрытие, но очень оперативно все сделали. По большому счету, никаких больших серьезных ситуаций не отмечено. Подрядными организациями района продолжаются работы по очистке внутриквартальных территорий, поселков. То есть, своевременная очистка и содержание в этом году активно ведется. Со своей стороны, у нас до конца февраля этот контракт. Как раз изучим все минусы, которые покажут нам действующие контракты. Уже на новый контракт уйдем, я надеюсь, уже без каких-либо нарушений. Дальше. По культуре. 6 числа провели рождественскую елку главы района. 9 числа поздравили самого мудрого, 104-летнего нашего ветерана Великой Отечественной войны. В этом году ему 105 лет будет в марте. Резепин Михаил Константинович, с Новым годом, с наступающими. И также традиционно проведена была встреча с делегацией педагогов и учащихся школ из Германии по 96-й гимназии. Традиционно вот эту встречу провели, пожелали ребятам хорошо учиться. По торговле за прошедшее время незаконно размещенных объектов не выявлено. Демонтирован один павильон силами собственника. Завалов елочных не было допущено. Так, по пожарам. Три пожара без пострадавших, по полиции без резонансных происшествий. Так, у вас закончено. Сергей Васильевич. Наталья Петровна, коллеги, объекты жилищно-коммунального хозяйства в Курчавском районе работают в статном режиме. Подключены к отоплению все объекты. Аварийные ситуации во время новогодних каникул устранялись оперативно. Их было немного. На зимнее содержание объектов благоустройства Курчавского района заключены все планируемые 7 муниципальных контрактов на уборку 68 тротуаров, 189 проездов к квартирным жилым двам, 65 проездов к социальным объектам, а также содержание скверов и общественных пространств. Полностью убраны 195 урн, которые тоже по контракту находятся на территории района. Наличие техники у подрядчика ежедневно до 15 единиц. Бригада ручного труда от 15 до 22 человек в зависимости от снегопада. Руководители подрядных организаций уведомлены о необходимости мобилизации всех людей для организации работы по российской территории о снеге и наледе. Дополнительно проводится работа по проверке территории, прилегающей к нежилым объектам, магазинам, объектам торговли. По результатам проверки выдаются предписания. Все елочные, несанкционированные остатки елок убраны с территории района. Ледовый городок у кинотеатра «Победа» в рабочем состоянии, отдыхает очень много жителей района. 26 кортов, которые расположены на территории Курчатского района, все залиты. Контролируем очистку и работу этих кортов. За неделю, с 1 января по 9 января зафиксировано 53 случая правонарушений, про которым составлены протоколы. Остальное в рабочем порядке. Доброе утро, Наталья Петровна, коллеги. Объекты жилищно-коммунального хозяйства в Калининском районе функционируют в штатном режиме. Аварийные отключения более суток отсутствовали. Отопление поданного все дома жилого фонда объекта социальной сферы. Возгораний погибших, пострадавших за прошедшие дни не было. По охране общественного порядка 95 административных протоколов за нарушение. По благоустройству содержания территории района. Подрядчик сосредоточился на подметании противогололедной обработки лестничных маршей, межквартальных проездов, тротуаров и содержания общественных пространств. Выполнено грейдирование индивидуального жилого фонда. У нас заключено 3 контракта на содержание территории района и скверов и общественных пространств. Новые подрядчики, к сожалению, не без замечаний. Эти замечания были в пятницу актированы и переданы подрядчику для принятия мер. Во вторник контрольный срок исполнения. В случае не устранения замечаний будем вести претензионную работу в рамках контракта. По обращениям граждан вручено 3 предписания собственникам и арендаторов нежилых повещений. Проведен один рейд с отделом полиции Калининский. Подготовлено 2 административных материала за торговлю в неустановленном месте. Также подготовлено 13 актов по нарушению дизайн-кода информационных конструкций, направленных для принятия мер в управление благоустройством. Хоккейные корты новогодней городки на территории района функционируют в штатном режиме. Доклад окончен. Виктор Саныч. Доброе утро. За новогодние каникулы произошло два возгорания, ущерб незначительный без пострадавших. Также за новогодние праздники в диспетчерскую службу района поступило всего 18 обращений. Подавляющее большинство из них это короткие локальные отключения по стоякам по водоснабжению и плановые отключения электроснабжения. Зачистили сразу после Нового года 6 мест продажи ёлок, где продавцами они были не убраны. Силами подрядных организаций производится работа по очистке от снега дорог, проездов, содержания объектов и зеленения. Всего действует 5 контрактов. Все остальное в рабочем порядке. Галина Андреевна. В период праздничных и выходных дней произошло одно повреждение на коммунальных сетях по Первому Шатурскому переулку. В течение суток оно было устранено. Силами МУПОВВ подвоз воды был организован. На территории района случился один пожар с тремя пострадавшими госпитализированы в городскую клиническую больницу номер 8. Оказывается, помощь через органы соцзащиты и управляющую компанию «Альтернатива». К работе по зимнему содержанию объектов района с начала года приступило две подрядных организации. По четырем контрактам. Это дороги частного сектора, проезды и тротуары, парки и скверы и остановки общественного транспорта. Также у нас с подрядным организациям есть замечания. Работу ведем активно, контролируем в ежедневном режиме. Работы подрядчиков на сегодняшний день у нас по работе подрядчиков составлено два акта, ну и, соответственно, предъявлены претензии. Сегодня проводим аукцион по обрезке деревьев на сумму 4 миллиона рублей. Заявилось три участника. Оплату работ по городской среде по ШОСу и БРИКС произвели в полном объеме. Новогодние объекты иллюминации находятся все в рабочем состоянии. Сформирована карт-схема 321. Было обращение по социальным сетям на некачественную уборку снега по Кудрявцево 75А. Сегодня этот снег будет вывезен. На территории района работает 23 катка и один из них в парке Терешковый. Это вновь созданный каток. Кроме этого, отделом полиции за этот период было составлено 5 административных протоколов по реализации алкогольной продукции несовершеннолетними. Прошло мероприятие «Новогодняя рождественская елка» в Театре ЧТЗ 7 января. Присутствовало 600 человек. Доклад закончен. Хорошо. Александр Сергеевич. Уважаемая Наталья Петровна, уважаемые коллеги. На 13 января источники теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения города работают в штатном режиме. В выходные и праздничные дни все повреждения устранялись в нормативные сроки. Хочу отметить, что в официальном аккаунте администрации города в группе «Во ВКонтакте» организована отдельная ветка для обсуждения, где жители могут оставлять жалобы на некачественную уборку снега на придомовой территории. Призываю всех жителей активнее участвовать в этом обсуждении и помогать нам выявлять данные территории. Мы будем обращать на это более пристальное внимание. Хочу отметить, что за этот период новогодних праздничных дней поступило более 40 обращений, на которые мы оперативно реагируем и призываем управляющие компании также осуществлять качественную уборку придомовых территорий. Хочу отметить, что 10 января была объявлена акция в городе Челябинске по сбору новогодних елок. Первый день будет 14 января, это будет завтра, где граждане и жители города Челябинска могут привезти новогодние елки, освобожденные от новогодней мишуры, гирлянд, елочных украшений и сдать их в переработку. Значит, точки указаны на сайте администрации города Челябинска. Если кто-то завтра не успеет это сделать, то точки продолжат работать 18 и 19 января с 11 часов утра до 20 часов вечера. Значит, данная акция организована при поддержке общественной организации «Сделаем» и также нам помогает региональный оператор Центра коммунального сервиса. Значит, хочу отметить, что также стартовал прием заявок на проведение работ по благоустройству дворовых территорий по программе формирования современной городской среды на 2021 год. Жители могут обращаться в общественные советы внутригородских районов депутатов города Челябинска и в срок до 15 марта данные территории на 2021 год будут определены. Хочу отметить, что 10 января состоялось рабочее совещание, значит, на котором были определены точки по функционированию шести купелей в городе Челябинске, которые будут работать с 18 на 19 января 2020 года в честь праздника Крещения Господня. Две купели в центральном районе города Челябинска на Шершневском водохранилище, значит, в районе поста ГИБДД на территории пляжа Западный и микрорайоне Сосновка по улице Красных Казаков. Одна в Ленинском районе города Челябинска на озере Смолина по улице Электровозная у православного храма Божией Матери у Талии Мои Печали. Одна в Советском районе города на озере Смолина гостиничного комплекса «Смолина парк» и одна в тракторозаводском районе на озере «Первое». Режим работы купелей с 22 часов 18 января до 17 часов 19 января. На всех точках будет организовано дежурство спасателей. Челябинская городская служба спасения будет работать и обеспечивать безопасность на водных объектах. Доклад закончен. Суправление электроохранения достигнут договоренности? Да, конечно. Первоочередность вызова, да, Наталья Владимировна? Нет, только первоочередность вызова на тех купелях, которые у нас официальными местами разрешенными являются и традиционно пользуются наиболее массовым спросом, там будет организовано непосредственно дежурство бригады скорой помощи. Постоянно, хорошо. Так, все? Так, Сергей Александрович. Доброе утро. 31 декабря в сфере на Аламполе у памятника «Орленка» состоялась акция в память о трагедии в Магнитогорске. В праздничные дни чрезвычайных ситуаций не было. Также в новогодние каникулы специалисты органов социальной защиты населения осуществляли патронаж 366 семей, находящихся на профилактическом учете. В рамках акции «Подарим Новый год детям» в новогодние каникулы осуществлялась выдача новогодних подарков, выдано 40 тысяч подарков. 7 января более 2000 детей приняли участие в рождественских елках главы города и губернатора Челябинской области. 15 января запланировано открытие гостевой квартиры, предназначенной для временного проживания выпускников Центра «Надежда» в возрасте до 23 лет. На текущей неделе в Челябинске проходит первенство России среди юношей до 12 лет по хоккею на базе школы «Трактор». В выходные закончились российские юношеские турниры по бомбинтону и первенство Уральского федерального округа по легкой атлетике. На предстоящей неделе состоится 5 спортивных турниров на территории города Челябинска. На особом контроле подготовка к празднованию 75-летия Великой Победы, подготовка объектов к мероприятиям саммитов Шоссе-Брикс. И в рамках содержания ледового городка были замечания граждан по ледовым горкам. По двум горкам вчера вечером замечания устранены. Сегодня две горки будут по новой перезалиты и к вечеру будут готовы для катания. Доклад окончен. Хорошо. Валерий Валерьевич. Добрый день, уважаемые коллеги. В период новогодних праздников в администрации города были организованы дежурства ответственных лиц, как по аппарату, так и в структурных подразделениях администрации города. За истекший период было зарегистрировано порядка 400 заявлений граждан. В большем случае это касалось уборки снега, мусора, оценка воздействия на окружающую среду и комплексное благоустройство. Все остальное в рабочем порядке. Так, все обращения переданы в структурные подразделения. Все структурные подразделения поставлены на контроль, как некоторые уже отработаны и даны ответы, по некоторым идет работа. Так, хорошо. Надежда Сергеевна. Доброе утро. Ваше обращение выполняется в рабочем порядке. Наклад окончен. Владимир Валентинович. Уважаемая Татьяна Петровна, уважаемый участник совещания, добрый день. Информация по проекту генерального плана города Челябинска. В декабре прошлого года состоялось итоговое заседание согласительной комиссии, на которой разработчики проекта ООО «Гипрогор» представили скорректированные материалы генерального плана по замечаниям согласовывающих органов исполнительной власти, а также замечаний, полученных в ходе публичных слушаний. По итогам согласительной комиссии составлен протокол 16 декабря, в котором рекомендовано принять решение о согласовании проекта генерального плана, снесение в него изменений, учитывающих все замечания, явившиеся основанием для отказа в согласовании проекта генерального плана. Итоговые материалы генерального плана уже направлены в муниципальный проектный офис для рассмотрения данного документа на муниципальном проектном комитете в январе этого года. В рамках данного проектного комитета мы планируем подвести итоги работы по всем полученным замечаниям, Также еще раз озвучить мероприятия, которые мы запланировали в части развития всей инфраструктуры города Челябинска, для того, чтобы сформировать для всех граждан Челябинска, а также для профессионального сообщества, понимание наших дальнейших действий на последующие 20 лет. После проектного комитета проект генерального плана будет направлен со всеми необходимыми документами вам, Наталья Петровна, для принятия решения о направлении материала в Челябинскую городскую думу для утверждения либо направления на доработку. Информация по объектам строительства, строительство которых осуществляет УКСА администрация города совместно с МКУ Челябстрой заказчик. Школа в микрорайоне 55. Ведутся отделочные работы и работы по устройству внутренних сетей и систем. Сдача объекта июля текущего года. Детский сад на 200 мест в микрорайоне номер 48. Ведутся работы по устройству фундаментов здания. Ведется поставка ЖБ изделий, коробки здания. Детский сад на 380 мест в микрорайоне номер 3. Выполняются работы по устройству фундаментов здания. Ведется поставка ЖБ изделий, коробки здания. Начат монтаж коробки. Детский сад на 290 мест в микрорайоне номер 4 Академии Реверсайд. Ведется массовое погружение слай. Детский сад на 200 мест в микрорайоне Парковой 2. Ведутся земляные работы, работы по устройству фундаментов. Школа в микрорайоне номер 1 Академии. Проведение конкурсных процедур на строительно-монтажной работы запланировано на конец февраля 2019 года. На данный момент УКСом проводится подготовка аукционной документации. Объекты выкуп которых планируют сочлить до конца 2020 года. Детский сад на 290 мест в микрорайоне 47. Детский сад на 290 мест на улице Якутская-Дзержинская. Детский сад на 285 мест в микрорайоне 57. Идутся подготовительные работы. Детский сад на 200 мест на улице Монакова. Выполнены земляные работы, работы по устройству фундаментов здания. На строительной площадке начат монтаж башенного окрана. Детский сад на 230 мест в микрорайоне номер 20 Ньютон. Выполнены работы по устройству фундаментов здания, свайное основание. Детский сад на 230 мест по улице Дмитрия Неаполитанова. Ведутся земляные работы, работы по устройству фундаментов. Доклад закончен. Так, хорошо. Максим Николаевич. Уважаемая Наталья Петровна, уважаемые участники совещания. Продолжаются дорожно-строительные мероприятия по крупным объектам. Это две развязки. Надарвина и на Братьев-Кошириных. Мост в районе цеха коксохимического производства и строительство набережной реки Мяс. У подрядчика затребованы еженедельные планы графика строительных работ. Будем продолжать контролировать сроки. Заканчиваются работы на этой неделе по шумозащитным экранам. На этой же неделе планируют подрядчики предъявить 25 остановок, те, которые были не сданы в прошлом году. Проработаны штрафные санкции в отношении них. На этой неделе мы планируем провести все торги на содержание уличной дорожной сети и ремонт в рамках БКД. Это 15 объектов и 3 лота. По текущему содержанию уличной дорожной сети активизирована работа по вывозу снега. С начала года вывезено более 82 тысяч тонн. Сейчас оформляем дополнительные места для складирования снежных масс. Есть претензии по очистке тротуаров и вывозу сформированных куч снежной массы к подрядчикам. С начала года выдано 10 предписаний. Транспорт общественный осуществлялся в графике. Срывов движения не зафиксировано. По контрольным вопросам комплектования с 18 декабря с учетом ротации на 10 человек сократился некомплект. Это повторяю с учетом того, что люди увольнялись. Доклад закончен. Замечания есть, жители обращают ваше внимание на то, что и снег не увезен на некоторых улицах. То есть сформированы валы, где-то оставлены в кучах. И основные претензии это тротуары, Максим Николаевич. Нужно активизировать работу. То есть все понятно, что много было снега, но и уже достаточно прошло времени, поэтому подрядчики должны усилиться по этому направлению. То есть конкретно по тротуарам и по вывозу снега. Хотя я по данному смотрю, достаточное количество, в принципе, работает и самосвалов, и погрузчиков, особенно в ночь. Поэтому надо активизироваться. То есть сейчас уже жители привыкли к тому, что убирается улица хорошо, вплоть до приладковой части, поэтому смотрится странным, когда есть куча и когда еще остались валы. Доброе утро. За выходные и праздники учреждения здравоохранения отработали без чрезвычайных происшествий. Скорой помощью осуществлено более 10,5 тысяч вызовов. Приступили к своей обычной работе. Сейчас у нас период сдачи годовых отчетов и подведения итогов по заболеваемости, по смешности, о которых я доложу после того, как мы сформируем полный свод. 12 января, хочу рассказать, прошла межведомственная образовательная встреча для юных волонтеров-медиков. Ребята узнали о формировании здорового образа жизни, прошли тест на знания медицинских специальностей, поиграли в квест «Будь здоров». И совместно с организаторами придумали акцию о медицине для других школьников. Все это позволяет не только определиться им с будущей профессией, но и проявить себя в добровольческой деятельности. Напомню, Наталья Петровна, что у нас в городе уже создано 3 школьных отряда волонтеров-медиков. Это более 50 ребят, которые проводят тематические акции по состоянию здоровья не только в своих образовательных организациях, но и помогают в организации городских информационно-профилактических мероприятий. Также хотела доложить по публикации в СМИ по ситуации в 444-м детском саду. Разрешите пояснить. Действительно, в пятницу возникла ситуация, где у нескольких человек случилась одно-двухкратная рвота, о чем незамедлительно был уведомлен Роспотребнадзор. Подано 5 карт экстренного сообщения с диагнозом «острый гастроэнтерит». Уже в субботу сотрудники Роспотребнадзора вышли в детский сад для забора проб и проведения эпидемиологического расследования. Также уже в субботу детским садом началась проводиться санитарная обработка всех помещений, а не только тех групп, в которых выявлены случаи. Все обратившиеся дети наблюдались врачами и в субботу, и в воскресенье. Уже в субботу вся симптоматика прекратилась, они чувствовали себя удовлетворительно, госпитализированных нет. Предварительно это вирусная кишечная инфекция. О том, какой это тип вируса, норовирус это или ротовирус, будет известно по результатам обработанных проб, которые сейчас находятся в работе. Учитывая проведенную санитарную обработку и два дня разобщения, на сегодняшний день никакой опасности для посещения данного детского садика для детей нет. Доплата кончена. Хорошо. Светлана Викторовна. Доброе утро. Учреждения образования работают в штатном режиме. В настоящее время реализован план каникул. Что касается мероприятий, которые были заявлены, продолжается прием заявлений на государственную итоговую аттестацию. Выпускников прошлых лет и обучающихся по образовательных программам среднепрофессионального образования прием заявлений продлится до 1 февраля. Продолжается акция «Активная семья». С 13 января стартует регистрация участников в подачу заявок исследовательских проектных работ интеллектуалов 21 века. С 17 января в 14.00 состоится закрытие интеллектуального форума «Шаг в будущее». Все мероприятия, которые запланированы были на этот период, они выполнены. То, что касается дошкольного учреждения 444, то организован в полном объеме комплекс противоэпидемиологических мероприятий. В настоящее время работают все службы. В выходные была проведена дезобработка, в том числе Роспотребнадзорная. Ситуацию держим на протяжении. Сергей Викторович. Добро пожаловать на работа управления в штатном режиме. Юрий Митрофанович. Наталья Петровна, доброе утро. По двум перешедшим с прошлого года проверкам, закончена проверка в муниципально-автономном учреждении здравоохранения городская клиническая больница номер 11. Продолжается проверка в управлении муниципальных закупок и под ведомственным учреждением Челябинский учебно-консультационный центр. С сегодняшнего дня начинается проверка в МКУ службы городских кладбищ, с завтрашнего дня в муниципальном автономном бюджетном образовательном учреждении школа номер 152-я и подготовка к проверкам в администрации и совете депутатов Калининского района и в муниципальном унитарном предприятии производственного объединения водоснабжения и водоотведения. Также готовится отчет по итогам работы за прошлый год. Спасибо. Малития Иванович. Здравствуйте. На этой неделе в пятницу пленом водоснового совета ветеранов готовим свое выступающего и внесем предложение по работе и взаимодействию с водосновым советом ветеранов. На этой неделе станет президентом Ленинского района совета ветеранов при в нем участии. Доработка планов работы городского районных советов ветеранов на 2020 год и согласований с управлением соответствующими городской администрации. Ну и текущие вопросы. Спасибо. Спасибо, Малития Иванович. До всех товожу информацию о том, что я про заместителей говорю, про начальников управлений и комитетов. То есть нужно подготовить информацию для собеседования со мной по плану работы на 2020 год в рамках того финансирования, которое есть по каждому ГРБСу либо по каждой администрации района. То есть мы с вами знаем точно, какие мероприятия у нас запланированы на 2020 год. Вот сейчас пройдемся, какие могут быть вопросы, где-то проблемы, на каком этапе, то есть где-то проекты, где-то экспертизы, то есть чтобы не произошло того, что было в прошлом году, мы с вами должны четко понимать к концу января, куда мы идем, с какими мероприятиями. Поэтому все документы поднимаем, анализируем. Вот буквально несколько дней вам на это. И начинаем в конце этой недели, и начиная с следующей недели, я провожу собеседование со всеми начальниками управления, представителями комитетов, заместителями своими и главами районов по всем вопросам. То, что касается текущей работы, прошу активизировать свою работу в отношении контроля за содержанием дорог, еще раз повторяю, за оборогой тротуаров, межквартальных проездов, общественных пространств, остановок, чтобы обращений жителей было как можно меньше. То есть обращения есть, проводятся не так качественно и не на том должном уровне. Владимир Геннадьевич, вы активизируете работу своего управления, пожалуйста, по контролю и по вынесению штрафных санкций при необходимости уведомлений в отношении некачественной работы. Сергей Александрович, по 75-летию победы поднимайте весь план по подготовке, то есть это основное мероприятие. И также Владимир Валентинович, по Шоссе-Брикс поднимаем все мероприятия, которые запланированы по гостевым маршрутам, что у нас осталось с прошлого года незавершенным, по всем контрактам, которые переходящие контракты, поднимаем, смотрим, повторяем, ставим на контроль. То есть вот это основной объем работы вам буквально на несколько дней этой недели. То есть и в конце недели начинаем собеседование по всем вопросам. Так, есть ко мне вопросы? Нет? Все. Всем спасибо. Продолжаем работать. Здрасте. Может, я уже видела, положила? Да. Нет? 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 Продолжение следует...